Здравствуйте, дорогие друзья! Я Вадим Бондарь, вы смотрите мой канал. И сегодня я хочу рассказать вам о том, что я написал книгу для родителей, у которых есть дети с дальнозоркостью. Книгу меня побудило написать тот факт, что родителям иногда очень сложно понять, что же происходит, и почему детям с дальнозоркостью выписывают очки, и почему дети с дальнозоркостью нуждаются в очках, чем опасна для них дальнозоркость. Дальнозоркость на самом деле очень сложный термин не только для родителей. Дальнозоркость сложный термин даже для студентов медицинских вузов, когда они приходят на кафедру офтальмологии. Им сложно понять, что это такое. И поэтому у родителей очень много недопониманий. И вот много лет я работаю, и за многолетнюю практику я собрал те вопросы, которые чаще всего ставят перед собой родители, либо те вопросы, которые родители не понимают. И собрал вот в этой маленькой, но в то же время, на мой взгляд, очень емкой книжке, которую я написал. Сразу хочу сказать, что эта книга нужна только тем, кто хочет разбираться. Тем, кто не хочет разбираться, кто согласен на поверхностное объяснение. Знаете, как бывает, родители очень часто устраивают поверхностное объяснение той ситуации, которая происходит. И поэтому многие вещи, которые касаются их детей, они просто не понимают. И вот те, кто хочет вникнуть в те термины, те слова, которые произносят врачи-офтальмологи, и те причины, почему офтальмологи назначают при дальнозоркости коррекцию, и что ожидать от этой коррекции, чем дальнозоркость заканчивается, эта книга написана для них, поэтому, пожалуйста, ее покупайте. Она расположена на Литрес, здесь в описании будет ссылка на скачку, она будет с 10% скидкой, простите. И я надеюсь, Литрес будет поддерживать эту скидку и в дальнейшем, чтобы люди, которые хотят скачать книгу, купили ее со скидкой. И мы будем с вами обсуждать в этой книге такие вопросы. Что такое диоптрия? Чем диоптрия отличается от остроты зрения? Родители путают это постоянно. Родители считают, что они носят очки при дальнозоркости для того, чтобы снижалась дальнозоркость, хотя это не совсем так. На самом деле очки носятся для того, чтобы избегать тех последствий, которым приводит дальнозоркость. Почему врач говорит, что у ребенка есть проблемы со зрением, а ребенок выглядит так, как будто у него нет проблем со зрением? То есть, кто придумывает? Как врачи определяют дальнозоркость? Вот этот вопрос мне очень нравится, потому что я определяю ее с помощью ретиноскопа, а родители ожидают, что я буду определять с помощью крутого компьютера. Он там на подоконнике лежит в сумке. Я им почти не пользуюсь, потому что не считая это правильным, объясняю почему. Для чего мы капаем капли? Это понятие циклоплегии. Что такое циклоплегия? Почему в окулисты капают капли про дальнозоркость? Почему врачи выписывают разные очки? Один выписывал одни очки, другой другие очки. Чем опасна дальнозоркость? Амблиопия. Лечение амблиопии. Результаты лечения амблиопии. То есть, в чем суть амблиопии? Родители считают, что результатом лечения это должно быть снятие очков. Нет, амблиопии нет, не результат лечения. Какую дальнозоркость считать нормальной? Как не пропустить дальнозоркость? Как лечить дальнозоркость? Очки и контактные линзы. Будет ли ребенок ориентирован на хирургию дальнозоркости в дальнейшем? Почему я лично скептически отношусь к хирургии дальнозоркости в дальнейшем? Эти и многие вопросы вы можете прочитать в книге, которая сейчас расположена на сайте Литрес. Я даю к этому видео ссылку на книгу и даю ссылку на свой сайт, на страницу, где обсуждается эта книга. Где вы можете написать свои замечания, и я увижу это в первую очередь. Либо записать какие-то дополнительные вопросы, опять же подчеркиваю, без конкретных личных консультаций. Личные консультации в интернете не проводятся. И даю ссылку для врачей, что если кто-то из врачей, либо сотрудников детских садов, где дети наблюдаются с дальнозоркостью, сочтет нужным разместить информацию о моей книге, то там по ссылке вы найдете несколько листовок, которые как такие небольшие промо-листовки, которые объясняют родителям, что это за книга и почему ее стоит прочитать, если родитель хочет вникать в диагноз дальнозоркость и разбираться с этим диагнозом. Поэтому, уважаемые доктора, вы можете скачать эти листовки и разместить либо у себя на приеме, либо выдать родителям, которым это будет интересно и полезно. Я очень люблю любую конструктивную критику и любые конструктивные предложения. И надеюсь, это будет не последняя книга. И в дальнейших книгах я постараюсь расширить те вопросы, те понятия, которые могут оказаться интересны далее. Однако я считаю, что то, что я вот сейчас написал в этой книге, это те вопросы, которые чаще всего ставят родители, это те вопросы, которые они не понимают, это те вопросы, поняв которые, остальные, может быть, мелкие вопросы будут однозначно более понятны, либо исчезнут, либо они незначительны. Большое спасибо за внимание. Скачивайте книгу, пишите свои отзывы у меня на сайте и на сайте ЛитРес. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...